Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я снимаю не одна, а в компании с Кристиной Пинап Блог. Кристину я смотрю давно, мне нравится ее канал. Она очень красиво рассказывает об ароматах, у нее красивая такая эстетическая, с эстетического точки зрения картинка. Сама она очень яркая, стильная, необычная. Я люблю таких людей. И в этом видео мы покажем вам, как мы храним нашу парфюмерию, наши парфюмерные шкафы. Я открою все дверцы, все вам покажу, все вам расскажу. Ну и Кристина сделает то же самое. Все ссылки на канал Кристины и на видео Кристины я оставлю под своим видео. И давайте начнем. Сейчас я перейду к своему шкафу, и вы будете уже видеть только мои руки. Приятного просмотра! Ну что же, вот мой шкаф. Вот так он выглядит. Он не очень большой. Это старинный шкаф, 60-х годов австралийский. И вообще, когда-то первоначально этот шкаф считался кухонным. Там хранили кухонную утварь. Но сейчас я храню все свои там вещи, какие-то украшения. И вот в правом ряду, вот в этой правой секции, я храню свои ароматы. Давайте вам все покажу. Ну что же, вот первая полочка. На ней я храню обычно ароматы, которыми пользуюсь в последнее время активно. Самые, так скажем, любимые. Здесь у меня всегда практически стоит Фредерик Маль и Серж Лютен. Сейчас еще к ним в компанию добавились Носомато ароматы. Это самые мои любимые ароматы в последнее время. Вот эти три марки. Лютен, Носомато и Фредерик Маль. И давайте покажу вам все по порядку. Последний мой аромат, мое приобретение. Дрис Ваноттен для Фредерик Маль. Просто каждодневный аромат. Универсальный, уникальный, ласкающий мой вообще разум. Изо дня в день великолепный. Великолепный аромат. Кто любит ароматы с нотой сандала, вам он должен понравиться. Дальше Суеверный от Фредерик Малин. Ношу крайне редко, но уж если одеваю, то это всегда просто праздник. Праздник души. Дальше здесь у меня лежит мой Карнел Флава. У нас скоро начнется лето, и я думаю, я его закончу уже наконец. И куплю себе новый флакон. Это один из самых моих любимых ароматов на лето. Яркий, специфичный. Здесь тубероза не совсем такая стандартная. Но обожаю, обожаю его. Дальше у меня стоит аромат Нуар Эпис. Это черные специи, тоже Фредерик Маль. Обожаю его зимой. Очень яркий, насыщенный аромат. Тяжелый, брутальный, страстный. Ну, великолепный. Великолепнейший аромат, который реально очень хорошо согревает. Если кто-то ищет аромат грелку на зиму, присмотритесь. Вот зимой это вот реальная такая грелка. Грелка для вас. Дальше у меня здесь стоят два аромата тоже от Фредерика Маля по 10 мл. Это Music for a While и, конечно же, потрясающая классика уже от Маля, Portrait of Lady. Обожаю эти два аромата. Вот так они выглядят. Ну, наверное, вы знаете, вот такие две фирменные пробирки по 10 мл. Вообще очень удобно, удобно брать с собой и, как бы, если не хотите покупать сначала 50 мл сразу или, например, 100, да, то вы можете смело купить 10. Вам этого хватит просто за глаза, потому что ароматы очень стойкие, очень яркие, насыщенные. Одного пшика хватит надолго и расход хороший у этих пробников. Не пробников, простите, а 10 мл. Дальше у меня там лежат коробки тоже от Фредерика Маля. Дальше у меня стоит вот такая вот парфюмерная вода Van Cleef Precious Oud. Мне нравится этот Oud. Он не медицинский, но в нем вообще мало как такового Oud, ну, вот такого вот хит, Oud-хит, кто вот любит Oud-вы ароматы. Этот аромат, наверное, будет, ну, немножко мимо, потому что здесь больше, конечно, не о Oud, а о чем-то таком более... Может быть, о орхидеях, может быть, о каких-то специях, о каких-то, знаете... Ну, он, короче, не о Oud, не о Oud. Но он мне нравится. Классный аромат. Ношу его вне сезона и зимой, и летом. Дальше обожаемый мой Dan Le Poe от Sergei Lutene от Louis Vuitton. Вот такая красивая... Ну, мне нравится вот эта вот магнитная крышка. Классный аромат. Вариация на тему кожаных ароматов. Очень интересная подача. Кто любит кожаные ароматы необычные, пожалуйста, попробуйте его. Ну, вообще линейка Louis Vuitton вполне себе ничего. Если вы любите кожаные ароматы, приятно. Дальше мой красавец. Очень люблю этот флакон в форме сердца. Это Map of the Heart. Австралийская компания. Сердце под номером 6. V6. Классный аромат, такой, знаете, прокуренного нарцисса. Ну, так, если обобщать. Интересный, странный, необычный, запоминающийся. Да, один раз попробуйте, потом уже никогда его не забудете. Дальше здесь у меня стоят два моих любимых на данный момент ароматов от Mikalif. Это бесподобнейший Yelan Kengold. Так вот мы встряхиваем, да, у нас эти золотые частицы. Потрясающая, потрясающая бутылка. И шипер, эталонный шипер Jewel for Hell, тоже от бренда Mikalif. Прекрасный, специевый, яркий. Ну, если любите шипер, я уже сто раз говорила, попробуйте его, вам он должен понравиться. Здесь, вот сейчас будет такое лирическое отступление, Michael Kors. Michael Kors, это, по-моему, один из самых первых его ароматов. Так вот он и называется, Michael Kors. И это, девочки, потрясающая, тубероза, жасмин, лилия, в общем, все вот эти белые цветы. В какой-то невероятной совершенно концентрации. И девочки, и мальчики тоже. Вот это и вот это, это братья. Конечно, наркотик Винос более тонкий, более изящный, более ладно, скроенный. Здесь это немножко более громко все звучит, напористо и ярко. Но, тем не менее, как бюджетный вариант, это вообще очень-очень сильно похоже на носомата наркотик Винос. Вот такой у меня сейчас случился, случилась история. Ношу с удовольствием, очень стойкий, очень шлейфовый, просто заполняющий собой комнату аромат по какой-то вообще великолепной цене. Если не знаете, попробуйте его, вам понравится. Если любите бело-цветочные ароматы, такие вот прям яркие, которые дверь сами открывают. Дальше здесь у меня стоят мои Серж Лютены. Давайте вот так вот поставлю, чтобы вам было видно. Здесь у меня Джо Депо, любимейший мой. Вот столько у меня осталось. И дальше вот еще не распечатанная стоит коробочка вот там нового уже. Шерги. Шерги тоже уже заканчивается, тоже хочу его повторить обязательно. Люблю этот аромат. Прекраснейшая Датура Нуар. Необычная такая здесь тубероза, знаете. Какая-то вот... Ну, какая-то... Она яркая и в то же время по-детски такая наивная. Ну, странная. Странный аромат с туберозой, но очень красивый. Попробуйте, если вдруг не пробовали. Он великолепен. Ля Фильда Берлин. Берлинская Дева. Одна из самых красивых роз для меня. Очень такая холодная роза. Натуральная, натуралистичная. Ну, прекрасно сделанный аромат. И следующий, что тут у меня? Ванильный лес. Венбуа ванил. Классный, классный. И ношу я его летом. У нас вот когда лето, когда жара, он раскрывается очень здорово. Потому что я знаю, многие люди носят ванильный лес исключительно зимой. Да, я понимаю, он зимний. Но вот мне нравится его раскрытие летом. Дальше здесь у меня стоит Грансуа. Это аромат немой, это аромат моего мужа. Поэтому не буду долго о нем говорить. Но он, конечно, потрясающий. Тоже заполняет собой всю комнату. Один из самых стойких ароматов вообще, которые я когда-либо встречала в своей жизни. Грансуа. Перейдем к Носомата. Один из самых любимых. Посмотрите, сколько я уже израсходовала. Наркотик Винус. Это просто. Это аромат бомба. Аромат женственности во флаконе. Аромат просто яркий, насыщенный, бесподобный. Аромат, знаете, как прям такой страстный поцелуй. Не знаю. Очень красивый аромат белых цветов. Тубероза, жасмин, лилии. Они периодически сменяют друг друга. Но это вот прям такой вот хор из белых цветов. Обожаемый мною China White. Это такая, знаете, как я называю этот аромат? Космическая пудра. Вот что-то такое в нем есть не от мира сего. То есть это вот из другой планеты прилетел к нам. Непонятно вообще, что там внутри. Однозначно там есть какой-то мускус. Однозначно там есть роза, пудровые ноты. Но вот все вместе это дает просто необыкновенные сочетания. Обожаю вот эту фарфоровую крышку. Ну вообще, это красиво. Это очень красиво. Дальше. Бараонда. Один из самых тоже моих любимых ароматов. И моих, и моего мужа. Вот мой муж недавно сказал, что вот оказывается он любит очень Бараонду. И с удовольствием ею бы пользовался. Ну я говорю, ну пользуйся, мне не жалко. Классный аромат виски. Очень-очень дорогого виски. Специи, каких-то сладких нот. Ну шикарный. Раскрывается совершенно по-разному. В разное время года. Зимой более, более вот алкогольно. А летом более таким, знаете, сладострастным аккордом открывается. Шикарный. Обалденный аромат. Вообще, если, ну вдруг, есть такие люди, кто не знаком еще с Носомата. Просто вот попробуйте. Ароматы необыкновенные. Дальше два аромата от Роберто Пеге. Мой любимый Даглас Ханант. Очень его люблю летом. Это такая, знаете, тубероза с грушей, с шампанским. Очень такой позитивный, веселый, радостный аромат. И Мадемуазель Пеге. Это аромат апельсиновый цвет. Миндаль, ваниль. В общем, все очень так сладко. И в то же время сдержано благородно. Очень хороший. Очень хороший. Если кто не пробовал, попробуйте. Вообще, Роберт Пеге великолепная марка. Как-то мало кто о ней говорит. Но она, конечно, стоит того. Дальше у меня здесь два вот таких парфюм пробника. Ну, не пробника, как это называется. От Леванта. Серж Лютен Волчица Люв. И Серж Лютен Рахат Луком. Я буду делать обзор скоро. Скоро ко мне еще придут несколько ароматов от Сержа Лютена. И сделаю вот обзор на этих. На этот красивый миндаль. Дальше здесь у меня стоит еще один прекрасный аромат с розой. Розовый шипер. Джулет Хезеган Леди Венженс. Леди Месть. Шикарный. Шикарный. Безусловно, один из лучших ароматов марки. И у нас же была сейчас зима. Было холодно. Я пользовалась с удовольствием Арсен Люпин от Герлен. Это вообще, по-моему, для мужчин парфюм. Но мне он очень нравится. Необычный. Восточный. Дымный. Ладанный. Красиво сидит. На мужчинах, на женщинах. Все просто прекрасно. Там дальше у меня пустые коробки. Еще раз покажу. Здесь этот Серж Лютен еще не раскрытый. Здесь одеколон Кремль. Ну или парфюмерная вода. Оно уже испортилось. Но мне так нравится этот флакон. Это очень красиво. И также Красная Москва. Это тоже уже не подлежит использованию. Но интересно. Интересное звучание все еще. Тем не менее. Так, с этим покончили шкафчиком. Закрываем. Переходим к следующему. Следующий шкаф. Здесь такой, знаете, микс тоже, что я часто ношу. Ну и, ну как бы, знаете, у меня нет такого четкого разделения. Зима, лето, осень. Я могу носить как бы и вне сезонов ароматы. Но бывают такие ароматы, которые только зима, только осень, да, только лето. Здесь больше, наверное, да, больше, наверное, летних ароматов, которые я предпочитаю. Таких освежающих даже. Здесь у меня всегда игрушки. Little Pony. Очень их люблю. А, говорю еще раз, парфюмерный шкаф у меня старинный. Поэтому все вот эти вот, ну как бы, неровности и так далее, и так далее. Я, мне нравится. Мне нравится такая эстетика, поэтому я как бы, я его не перекрашиваю, я его не переделываю. Мне нравится так, как есть. И что у меня в этом шкафу? Так, чуть-чуть придвину. Так, вот так вот, ага. Здесь у меня Chanel. Например, здесь у меня два пробника, эксклюзивная линейка Caramandelle и Gardenia. С удовольствием ношу Gardenia и подумываю даже о большом флаконе. Бесподобный, кремовый, изысканный аромат, который, ну, просто преображает женщину. Обалденный. Дальше вот такой мой любимый Calvin Klein One. Аромат воспоминаний, аромат моей юности. Chanel. Coco Mademoiselle Intense. Не нравится мне он. Для меня он слишком яркий, слишком, ну, too much. Нет, я не могу его носить. Поставлю сюда. Дальше здесь у меня стоят еще шансы. Вот мне хватает, знаете, вот таких вот маленьких пробничков. Шансы. Не являюсь поклонницей шансов от Chanel. Сейчас покажу сразу вот эти все маленькие. Insulence от Guerlain. Необычный, но у меня от него бывает болит голова. И здесь еще стоит у меня вот такой вот тестер Bottega Vinetta Velour. У меня есть классическая, а это вот такой велур. Очень хороший. Очень хороший. Я уже говорила, я люблю ароматы Bottega Vinetta. Для меня они вот, ну, звучат, ну, по мне. Они по мне. Chanel. Chanel номер пять. Парфюмированная вода. Классика. Обожаю ее. Chanel номер пять. Eau Premier. Бесподобный аромат шампанского. Аромат веселья. Аромат какого-то праздника. То же самое могу сказать. Аромат праздника. Allure. Chanel. Бесподобный. Великолепный. Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle. Мы обменялись с моей подругой Яной. Классный. Классный. Пусть и популярный. От многих я его слышу. Но он, конечно, хороший. 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 Дальше. Вот такой вот зверь. Зверюга. Это Coco Noir. Chanel. Великолепный. 100 миллилитров. Не знаю, когда-нибудь я их закончу в своей жизни или нет. Но, да, вот они у меня тут хранятся. Дальше здесь у меня хранится вот такой вот набор. Chanel чистых парфюмов. По 3,5 миллилитра, по-моему. Здесь номер 5. Allure. Номер 19. Coco Mademoiselle. И просто Coco. Бесподобный. Бесподобный аромат. Когда-нибудь я, наверное, себе соберу коллекцию парфюмов, чистых парфюмов от Chanel. Потому что это, конечно, небо и земля. Очень разное звучание. Здесь у меня два аромата от английского парфюмерного дома Grossmith. Вот такие шикарные у них флаконы хрустальные. Пхулнана и Хасунолхана. Это такие, знаете, старая школа. Очень ретро. Очень необычные. Очень такие специфические специевые ароматы. Но если вы любите такое направление, обязательно попробуйте. Потрясающее произведение искусства. Так, с этой частью покончили. Бэмби, привет! Обожаемый мною Дот от Ком де Герсон. Яркий, позитивный взрыв вообще фруктов, каких только можно представить. И Божья коровка. Как я уже говорила, вот эта вот жидкость, которая выделяется из Божьей коровки, вот такая желтая. Вот не знаю, как им это удалось передать, но оно там есть. Байреда Бланш. Мой самый любимый аромат на лето. Обожаю. Обожаю его. Стойкий, необычный. Мне порошком не пахнет. Мне пахнет вот именно чистотой. Прям вот до хруста, свежестью. То же самое могу сказать от Джульет Хезеган. Тоже люблю его летом за прекрасное ощущение чистоты. Следующий Джульет Хезеган. Обалденный пудровый аромат. Странный, красивый, невероятно шлейфовый, невероятно стойкий, комплементарный. Citizen Queen. Один из самых моих любимых ароматов. Дальше. Ну вот это да, вот видите, это у меня лето. Она андочка от Миколев. Вот такой вот красивый флакон. Это груша. Это мускус. Это какие-то цветы. Может быть мимоза. Может быть что-то такое. Но очень ладно, скройный, тонкий аромат вот женственности. Дальше здесь у меня стоит реплика от Maison Margiela. Бесподобный реплика Lazy Sunday Morning. Можно и как бы, да, назвать его этим названием. Lazy Sunday Morning. Но для меня это больше такой, знаете, на каждый день универсальный аромат. Хоть в пир, хоть в мир, в офис. Никого не задушит, никому не надоест. Хороший. Хороший аромат. Такой, знаете, базовый. Хорошая база. Очень люблю Дюну от Dior. У меня она давно была. И у моей мамы была. И вот сейчас она у меня опять появилась. Я этому очень рада. Royal Mask. Royal Mask от Mikaliv. Очень красивый мускус. Сейчас у них уже другие флаконы. Это у меня дизайн старый. Сейчас у них они такие квадратные. Ну, бесподобный. Бесподобный, пушистый, женственный мускус. Невероятно красивый. Невероятно красивый аромат шампанского с фруктами. Иврес от Yves Saint Laurent. Обалденный. Обалденный. Знаете, я пробовала аромат в кубике. Ну, вот в новой версии. Мне кажется, все-таки есть разница. Этот круче. Дальше. Чистота. Опять хруст льна. На крахмаленого White Linen от Estee Lauder. Красиво. Красиво. Классика. Такая нестареющая классика. Да. Это сюда. Дальше здесь у меня притаился аромат Anik Goutal. Rose Splendid. Невероятная роза. Невероятная, необычная, холодная, отстраненная немножко. Специевая. Знаете, как будто роза с черным перцем. Очень необычный аромат на весну, на лето. Знаете, потрясающий. Ну что, Jador. Куда без него. Мне он безумно нравится. Посмотрите, сколько у меня уже его осталось. Я в нем слышу грушу. Я в нем слышу какие-то мускусы, тубероза. Обалденный аромат. На каждый день. Можно и утром, и вечером. Мне он нравится. Диорисима Диор. Я уже писала где-то и говорила. Это вот весна Боттичелли во флаконе. Вот для меня это вот этот аромат. Очень красивый. И что тут у меня еще? Гуччи Энви. Великолепный аромат. Подарок моей подруге Вике. Зеленый, сочный, хрусткий, свежий. В то же время такой сладкий. Бесподобный. Бесподобный. Ну что, поставим олененка на место. И переходим ниже к следующему шкафу. К следующей полочке. Ну что же, следующая полка. Здесь микс всего. Уберу вот эту коробку. Вот так она выглядит. Значит, это то, что я убрала. Мой Discovery Set от Le Labo. Вот мои любимчики ароматы. Потрясающие. Многие спрашивают, где его купить. Его можно заказать с официального сайта. Причем там у них есть разные комплектации. Можно разные заказать. Наборы такие. Здесь у меня... Так, что у меня здесь? Здесь у меня аромат от Jeanne Patou. Вот такой. Я его до сих пор не открыла. Надо его, конечно, уже открыть. Тоже как-то прям несерьезно. Вот такой вот аромат. Я его нашла в винтажном магазине в антикварном. Здесь у меня набор. Я уже делала в Instagram репост. Мне подарила моя подруга Роза его на день рождения моего сына. Ей он совершенно не нравится. Вообще этот парфюмерный дом ей не нравится. А набор у нее был давно. И вот лежал. И наконец дождался меня. Вот такая шикарная коробка. Вы вот так открываете. И вот они наши Grosssmiths. Три аромата. Самые-самые такие хиты. Буду делать отдельно на них обзор. Пока вот так вот покажу. Не обижайтесь. Пока не буду ничего говорить. Сделаю, наверное, отдельный обзор. И что у меня здесь? У меня здесь лежит бесподобный McQueen. Снятость. Берегу. Ношу редко. Ну, надо, наверное, чаще. Дальше здесь мои провокаторы. Один из самых любимых классический агент-провокатор. Аромат, конечно, очень сексуальный. Что уж говорить. Опять какие-то куклы. Поставлю ее сюда. Потом Мэтрес. Что это? Это госпожа. Прикольный аромат. Мне его очень любит мама. И когда она ко мне приезжает в гости, она всегда им пользуется. Поэтому вот он у меня всегда будет. И агент-провокатор Legend. Это великолепный, провокационный. Ладан. Ну, кто знает, тот, конечно, любит. Дальше там у меня набор Hermès. Набор Miniatur. Вот в такой вот фирменной коробке. Вот такой набор Hermès. Для ознакомления просто must have. Знать, нужно вам это, не нужно. Это, конечно, хорошо иметь такие наборы. Дальше Mikolif. Mon Parfum. Очень люблю. Батэ да Винетта классическая. Вот все никак не закончу. Надо уже закончить и купить, наверное, себе новую версию велюр. Вот такая вот потрясающая тубероза Supreme Bouquet. Почему-то в последнее время ношу ее крайне редко. Supreme Bouquet of Saint Laurent. Создатель Dominic Reppion. Бренд Mikolif Royal Rose Wood. Очень красивая удовая роза. И просто уд. Вот я люблю этот уд. Он не медицинский. Он вот прям реально страстный, необычный. И сексуальный, чего уж там говорить. Дальше здесь у меня также Madame от Jean-Paul Gaultier. Необычный такой алкогольный аромат. Здоровский. Очень здоровский. Такой, знаете, он насыщенный, яркий, очень стойкий. Хороший. Хороший, особенно на лето. Шейх номер... Господи, все время забываю, какой у меня номер 30. Очень классный. Очень классный нашуретка. Не знаю, отошла я как-то от восточных ароматов в последнее время. Надо, наверное, опять возобновить. Miitsuko от Guerlain. Крайне-крайне... Как сказать-то грустный. Очень грустный аромат. Вот никак не могу найти к нему подходящее настроение. Дальше. Lulou. Lulou от Kosharelle. Это пленительный аромат. В свое время я на нем просто вот очень долго сидела, скажем так. Очень он мне нравился. Ну, мне сейчас нравится. Необычный такой чернильно-сливовый. Какой-то вот прям ладанный. Ну, очень необычный аромат. Специфический. Несмотря на его, как бы, происхождение. Он не современный. Но звучит... Даст, короче, фору любому нишевому аромату вполне. А здесь у меня два шелемара. Это шелемар. Он идеален для австралийского лета. Такой, знаете, вот прям цитрусовый, полупрозрачный. Очень красивый. Люблю его. И шелемар инициал. Тоже, который снятый. Но его еще можно найти. Очень хороший. Закончится. Не знаю. Наверное, не буду покупать новый. Как-то вот он немножечко уже мне поднадоел. Но есть в нем, конечно, шик. Есть в нем элегантность. Есть в нем невероятная женственность. Красивый. Очень. Терракота от Герлен. Аромат лета во флаконе. Аромат солнцезащитного крема. Аромат нагретый на солнце кожи. Ну, все эти вот эти избитые фразы. Да, это все здесь. Прикольный. Прикольный. Но меня он иногда подушивает. Слишком он сладкий для меня. Дальше. Вот такой аромат от марки Durin. In air de Damas. В воздухе до масса. Жасминовый аромат. Прикольный. Индольный. Я уже говорила. Необычный. Необычный. Дальше у меня вот там стоит Куреш в голубом. Вот там вот Куреш в голубом. Аромат воспоминания. Аромат моей мамы. Когда-то давно он у нее был. Но вот что-то вот не пошел он еще раз у нас. Ни у нее, ни у меня. Конечно, это все уже новая версия. Конечно, это уже другая история. У нее, я помню, был аромат Куреш. Чистый парфюм. Ну, вот это вот уже... Это не то. Не то. С этой полочкой покончили. Распрощаемся с ней и перейдем дальше. Ну что же. Вот одна полка. Мы с ней разобрались. Теперь полочка пониже. В этой полочке пониже у меня, вот, как правило, стоят такие ароматы. Это как бы тяжелая артиллерия, если можно их так назвать, да. Более такие, может быть, зимние, которые я ношу не так часто, как хотелось бы, да. Арпеж. Вот такой аромат от Арпеж. Арпеж от Ланвен. Ну, мне он почему-то очень сильно стал индолить, поэтому, не знаю, не пошло у меня с ним. Крайне редко ношу, но тем не менее, обожаю Black Opium и Saint Laurent. Сладкое такое кофейное десерт и классический опиум. Это очень красиво, это элегантно, это восток в его просто самом-самом лучшем исполнении. Дальше здесь у меня очень красивый ладан Ком де Герсон двоечка. Органза маленький, вот такой у меня здесь миниатюра. Ну, хороший, хороший органза, чушь там, классика. Красная Москва. Мама мне привозила. Я люблю Красную Москву, люблю духи Красная Москва. Не знаю, мне они прям кажутся очень крутыми. И по прошествии времени ни капельки они не устаревают. Ну, мне так кажется, это мое такое мнение. Дальше у меня здесь Хаббит Руж от Герлен Спорт. Вот там, видите, вот там это аромат мужа, немой. Дальше здесь у меня лежит Мюглеровское сердце. Ждет, когда будет потепление. Потому что я все-таки предпочитаю его на жару. Когда жарко, когда солнечно, когда влажно, оно, да, оно раскрывается, как ни один другой аромат. Очень красиво. Два аромата от Тома Форта. Амбер Абсолют и Арабиан Вуд. Вот так вот они у меня тут. Прикольные. Они классные. Они, по-моему, уже оба сняты. К сожалению, как и все хорошее. Ну, часто снимают почему-то такие ароматы, которые не должны сниматься, на мой взгляд. Вот такая вот Пани Валевская. Это еще винтажная версия. Очень милая, знаете, такая альдегидно-пудровая вода. Очень прикольная. Дальше там стоит у меня Лалик. Видите, вот Лалик. Очень красивый аромат на зимние вечера. Он вас будет согревать. Здесь же у меня стоит Том Форт Экстрим. Аромат мужа интересный, но не носим. Надо что-то с ним сделать, наверное. И мне не очень нравятся упаковки. Вот эти вот все золотые наклейки металлические. Они так все время пачкаются. Здесь у меня стоит также два аромата от Миколев. Это два ванильных аромата. Ваниль Флёр и Ваниль Марин. Морская ваниль такая соленая. И Ваниль Флёр это ваниль такая цветочная. Красивый. Красивый. Необычный ванильный аромат. Дальше здесь у меня самая яркая, жгучая, необузданная тубероза от Миколев опять-таки. Ананда Black. Потрясающая. Потрясающая, напористая. Может просто придушить кого угодно. Загорск. Интенс серия от Ком де Герсон. Обожаю. Обожаю. Красивый амбровый. Ой, не амбровый, простите. Ладанный аромат. Видно, Midnight Poison. Тоже великолепная снятость. Ну, тут прям у меня совсем на донышке. Не думаю, что буду искать, когда он закончится. И покупать за какие-то бешеные деньги. Вряд ли. Ну, конечно, аромат легендарный. Немножко дептика. Дептика. Дептик. Дептик. Эрленте. У меня, видите, еще в старом флаконе. Очень специйный аромат. Необычный. Жесткий, я бы даже сказала. И мак. Этот вот Velvet Teddy. Прикольный, сладкий, ванильный, шоколадный. Классный. И вот здесь вот Chocolate Gritty. Единственный из манталей, который я себе оставила. Остальные как-то вот не прижились у меня. Ну, что же. И заключительная полочка. Простите, у меня тут палец влез. В кадр. Заключительная полочка. Здесь у меня миниатюры. Здесь у меня коробки. И здесь у меня те ароматы, которые мне не нравятся. Ну, то есть, не то, что прям не нравятся, но которыми я практически не пользуюсь. Вот недавно мое приобретение McQueen. Даже не буду ничего про него говорить. Пойдет на продажу. Ну, абсолютно никакой. К сожалению. Обидно за бренд. Дальше здесь у меня Aura. Тоже пробник. Здесь у меня вот такая вот Нина Ричи яблочки. Очень симпатичный набор. Вот такие вот коллекции Premier. Хороший, хороший вот этот вот набор. Фрагонарт. Вот такой вот букетный, букетный флакон. Ну, так некрасиво с него краска слезла. Прям некрасиво. Бэби Долл от Yves Saint Laurent. Очень красивый флакон. Аромат такой, детский. Дальше здесь вот этот аромат Зилл от марки Хера корейской. Не знаю, даже нет его на фрагранте. Не знаю, что про него сказать. Набор из Burberry. Вот такой вот набор. Здесь разные ароматы Burberry. Здесь Map of the Heart. Все ароматы, которые у них есть. Вот такие вот пробники. Такая вот коробка. Это у меня винтажный Shiseido. Вот такой красивый мускусно-цветочный аромат. Blue Glacras от Elizabeth Arden. Ну, не знаю, что про него сказать. Это такое ретровое ретрище. Это детский аромат от Givenchy, по-моему. Вот такой. Это аромат моего сына. Иногда он им душится, духарится. Дальше там коробочки Вандербильдиха. Но тоже не фанат я ее творения. Но, безусловно, заслуживает внимания. Ну что, на самом деле это все. Это вот такой вот мой шкаф. Как вы видите, все по убывающей. И туда. И туда. Вот так он выглядит. Уже лампа у меня внизу стоит. Поэтому верхняя полочка не освещена. На этом все. Все с моим шкафом. Пишите, как вы храните свою парфюмерию. Меня все устраивает в моем шкафу. Мне нравится, что он закрытый. Что не попадает солнечный свет. Он стоит в прохладном у меня помещении. Поэтому все прекрасно. Ну что ж, на этом все. Я показала вам все, 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 все свое хранение. Все свои флаконы. Любимейшие. И переходите к Кристине. И будем смотреть ее видео вместе. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.